книга открытым оком том 28 вопрос 3967 тема царь сообщили что найдены недостающие останки двух членов царской семьи можно ли верить этому отвечает игнатий тихонович лапкин нигде в библии нет чтобы тела или фрагменты останков раскапывали а потом бы определяли кому они принадлежат евангелие от луки 9 глава 60 стих но иисус сказал ему предоставь мертвым погребать своих мертвецов а ты иди благовествует царствие божие президент центра проследования обстоятельств гибели членов семьи дома романовых профессор российской академии истории и политологии екатерин буржец вадим александрович винер много сделал для того чтобы общественность узнала правду а так называемых екатеринбургских останках свое время его имя мелькала на страницах газет как горячего противника захоронения екатеринбургских останков в петербурге потом тема по потом тема это по различным причинам надолго ушла со страниц газет а так и не признанные за царские екатеринбургские останки до времени остались лежать в петропавловском храме северной столицы но вот 29 июля сего года возле екатеринбурга вновь обнаружены фрагменты тел с признаками насильственной смерти и вновь прессе зазвучали предположение что это недостающие тела царских детей ответ на все эти вопросы должна дать генетическая экспертиза и церковь по результатам исследования вынесет свой вердикт о том считать ли их или же не считать святыми мощами царственных сторон страстотерпцев а пока эксперты готовятся к решению поставленной непростой задачи мы попросили вадима александровича высказать свою точку зрения на происходящее новые останки были найдены в 25 метрах от поросенкового лога место первого открытия останков в 1991 году рассказывает вадим винер в чем особенность этого захоронения нашли свод черепа несколько зубов с нижней челюсти до забедренные косточки с левой и с правой ноги одна нога мужская другая женская и все но при раскопках в одном и том же культурном слое вместе с останками были также обнаружены следующие вещи о которых не знает широкая общественность это 15 копеечная монета 1930 года выпуска а также в продолжение исследований найдены 1 3 5 копеек 1943 года и три пули от пистолета т.т. который появился в советском союзе только в 1934 году денежная реформа произошла в 1947 году до этого все найденные монеты имели хождения фактически это означает что захоронение никакого отношения к дому романовых не имеет и это только подтверждает сомнения по тем останкам которые сейчас находятся в петербурге 2004 году я лично сопровождал японского генетика тацио нога и во время его визита в россию тацио нога изложил все доводы вызывающие у него сомнения в том что это царские останки не подтвердила поль подлинность найденных останков и экспертиза американца алекса найта и сейчас после первой находки сомнения только усилились кто производил дальше корреспондент задает вопрос кто производил новые раскопки ответ в сергей николаевич погорелов из центра по охране памятников военно-исторический клуб горный щит и все тот же фонд обретение руководит которым александр николаевич авдонин эти люди почему-то опять наступили на те же самые грабли вскрытие производилась за три дня в условиях секретности без присутствия представителей церкви как и в случае с первыми текаринбургскими останками без судмедэкспертов когда я вскоре выехал на место раскопа и увидел следы произведенных работ то сразу позвонил архиепископу екатеринбургского и верхотурскому викентию и проинформировала случившимся организаторы распут раскопок так и не удосужились это сделать вопрос на все или на все ли вопросы даст ответ экспертиза ответ очень важно кто будет делать экспертизу уже то хорошо что ее не будет делать павел леонидович иванов который производил первую экспертизу а скорее всего будет производить исследование известный московский генетик заведующий лабораторией молекулярной генетики мозга ран евгений иванович рогаев который уже высказался с сомнением о принадленности этих останков царской семье непонятно где будут производиться исследовательное исследование в екатеринбурге и в москве сейчас останки лежат в морге областного миросудмедэкспертизы в екатеринбурге вопрос почему почти не пишут о том что вместе с останками обнаружили монетку 30 30 года ответ и тем не менее это доказаны за документированный факт археологи по правилам обязаны зарисовать не только то как они производили раскопки написать все артефакты которые были найдены в одном культурном слое культурный слой это около 3 сантиметров которые соответствуют определенному временному периоду и вот в культурном слое где лежали останки обнаружилось даже не с краю а в середине захоронения это 15 копеечная монетка одна из гипотез такая у кого-то из тех кто хоронил эти останки были дырявые брюки и монетка просто вывалилась в могилу я сам видел эти 15 копеек у археологов вопрос где же на вас взгляд на самом деле находятся царские останки ответ есть поверье согласно которому царь дал такой наказ могилу мою не ищите но может быть время еще преподнесет нам какие-то сюрпризы хотя даже воспоминаниям участников расстрела царской семьи нельзя безоговорочно доверять у нас в центре по расследованию обстоятельств гибели царской семье есть такое выражение врет как участник имеется ввиду участник расстрела но врет то ведь настолько досконально что очень сложно отделить правду от лжи вопрос какое отношение имеет поросенка флок где обнаружены эти останки к ганиной яме где несомненно уничтожались царские тела ответ поросенка флок это совершенно другое место находится органе и от ганиной ямы в двух-трех километрах участники этих раскопок сознательно путают нас алдонин говорит что это и есть ганина яма а если мы с вами поедем туда то увидим что пешком от ганиной ямы до поросенкового лога идти минут сорок поросенка флок вообще нигде не фигурирует материалах о расстреле царской семьи есть только одна приписка сделана рукой историка михаила николаевича покровского на так называемой записки юровского там указано место захоронения не названная поросенковым логом но по описанию получается что тела якобы хоронили именно там верить этой записке нельзя вопрос вадим александрович конечно не вы не кто-то другой заседите из исследователей не могут сейчас говорить об истинности всей картины этого страшного злодеяния но все же какова ваша гипотеза случившегося иными словами как вы считаете как все это было ответ я могу высказать только предположение после расстрела тела царской семьи вывезли из ипатерского дома их вывезли в район сто восемьдесят четвертого переезда горнозаводской железной дороги как раз перед поворотом над ганину яму на глазах у многих людей в районе сто восемьдесят четвертого переезда чекистами разыгрывается спектакль под названием якобы застрявшая машина тела на глазах у свидетелей перегружают и часть тел увезет увозят на ганину яму на другую а другую часть семьи по моему мнению увозят на запасные шахты которые были заранее подготовлены это место называется глубокие шахты на московском тракте было было ли сжигание на ганиной яме я считаю было вопрос только кого именно там сожгли и сжечь человека полностью нельзя там найдена челюсть царского врача боткина она хранится в брюсселе в храме памятника памятник реальных воспоминаний об этом страшном акте нет записка юровского об этом молчит еще на ганиной яме нашли отрезанный женский палец знавший маникюр слова следователя соколова и массу драгоценностей включая крючки дамские пряжки и прочее что могло происходить на ганиной яме тела обожгли на кострах выпарив из трупов воду и сальные массы а кости растворили в кислоте без остатка в этом случае действительно искать нечего тела уничтожены и известно что чекисты накануне убийства для чего-то получили кислоту а другую часть царской семьи их верных слуг возможно спустили в глуби в глубокие шахты и ствол взорвали тем самым образовав так называемое естественное захоронение вопрос существует еще одно страшное предположение согласно которому царь убийцы отсекли голову царя мученика николая второго и привезли ее в москву где передали высшему руководству партии большевиков слышали вы такую версию ответ конечно слышал но отношусь к ней с известной настороженностью почти никаких документов подтверждающих эту версию не найдено историк эдвард родзинский правда нашел в партийных архивах акт кремации некой головы найденной после смерти якого свердлова в его личном сейфе документ этот обуклю опубликован в этом акте не сказано чья именно голова подверглась кремации никем не доказано что это было именно голова царя точная дата кремации тоже не указано из текста следует что кремация произведена после смерти свердлова между 1920 и 1927 годами в описании этого акта меня смутило следующее среди присутствующих при кремации перечислены калантает дзержинский менжинский но некоторых из перечисленных лиц в это время не было в москве конечно при весьма приблизительной дате этой самой кремации трудно говорить о присутствии или отсутствии в это время в столице тех или иных лиц и все же тут вопросов больше чем ответов хотя ясно что рядовую голову вряд ли бы сжигали в таком вот передовом составе так что категоричный вывод родзинского это голову царя сожгли на мой взгляд не обоснованно вообще труды историка родзинского не всегда являются надежным источником по теме убийства царской семьи даже в названии своей книги он сумел совершить большую ошибку книзу книга названа так господи спаси и усмири россию тогда как в дневнике государя сказано по-другому господи спаси и умер умери россию не усмири а умери дай мира не осмирительной рубашки речь идет одна буква только изменена но какая при этом большая разница вопрос чем может закончиться вся эта новая история с екатеринбургскими останками ответ надеюсь тем что из царской усыпальнице петропавловского собора будут вынесены кости не принадлежащий царской семье мы хотим одного честной научно достоверной экспертизы в первом захоронении были найдены два зуба профессор попов из военно-медицинской академии установил что это зубы подростка 13-15 лет сейчас он предложил давайте сравним эти зубы с теми которые тоже приписываются царевичу алексею из нового захоронения но николай иванович неволин начальник бюро судмедэкспертизы сторонник версии о подлинности останков не хочет проводить такое сравнительное исследование на что там говорить когда в 1991 году сюда пригласили японскую ясновидящую которая в женском скелете узнала мужчину эту шарлатанку пригласила именно сверловское бюро судмедэкспертизы создается такое ощущение что эти люди любой ценой хотят внушить нам что останки царские вопрос очищается ли постепенно екатеринбург от такого тяжелого наследия которое ему оставили цареубийцы ответ в городе больше нет улицы гола щекина цареубийцы она переименована в улицу даниила зверева известного обработчика камня улица аримы юровской основательницы уральского комсомола дочери цареубийцы переименована в улицу владимира высоцкого а на могиле петра захаровича ермакова участника расстрела царской семьи похороненного на иоанновском кладбище кто-то все время пишет краской цареубийца ермаков умер в 1952 году от белой горячки вопрос чем сейчас занимается центр по расследованию обстоятельств гибели царской семьи ответ основываясь на исторических документах мы установили место где 30 апреля 1917 года царя николая передали уралсовету мы также основывались на своих поисках и на картине художника владимира пчелина передача семьи романовых уралсовету 1927 год секретный литературный поезд привел царя и царицу катеринбургскому вокзалу как сергей сергей подожди не литературный прочитай все написано секретный литерный проезд секретный литерный поезд привез царя и царицу катеринбургскому вокзал но толпа народа потребовала у начальника поезда выдать царя для немедленной расправы самосуда тогда саправа сопровождавший царя из тобольска яковлев пригрозил толпе пушками он решил найти другое более безопасное место для передачи царя в руки уралсовета для этого лучше всего подходила место между екатеринбургом первым и екатеринбургом третьем где и состоялась передача на этом месте мы поставили памятную плиту а потом крест и сейчас приступаем к закладке на этом месте храма новомучеников и исповедников российских каждый год 17 июля мы идем оттуда крестным ходом до храма на крови а потом на ганину яму и получается проходим по всему маршруту скорбного царского пути в этом храме будут храниться камни привезенные из многих царских памятных мест нам уже по благословению архиепископа псковского и велика лукского евсевия передан камень из пскова место вынужденного отречения царя а также преданы камни из дармштадта родина царицы александры брусселя там находится храм памятник с найденными на ганиной я яме останками из марфо-мариинской обители в москве феодоровского государева собора в царском селе под петербургом 30 апреля 2008 года состоится закладка храма новомучеников и исповедников российских екатеринбурге по скрипту генетическая экспертиза предполагаемых останков царских детей найденных в конце июля в окрестностях этих екатеринбурга отложена до середины ноября сообщил рио новости в сообщил рио новости во вторник начальник свергловского областного бюро судебно-медицинской экспертизы николай неволе первоначально планировать начать экспертизу в конце октября первоначально планировалось начать экспертизу в конце октября для проведения исследования деградированной днк потребовалось приобрести ряд специфических реактивов но это не такая быстрая процедура потому что стоит все достаточно дорого а в соответствии с действующим законодательством закупка должна пройти процедуру конкурса сказал неволин объясняя причину переноса даты начала экспертизы конкурс уже объявлен необходимые средства выделяются из областного бюджета добавил он руководитель бюро также сообщил что в первой декаде декабря ожидается приезд в екатеринбург заведующего лаборатории мультикальной генетики мозга ран евгения рогаева который также будет проводить экспертизу а также специалистов из идентификационной лаборатории н.д. вооруженных сил сша генетическая экспертиза предполагаемых останков царских детей продлится три месяца кавычки закрываются далее на технич приводит цитаты из библии книга откровений 20 глава 4 стих и увидел я престолы и сидящих на них которым давно было судить и души обезглавленные за свидетельство иисуса и за слово божие которые не поклонились зверю ни образу его и не приняли начертания на чело свое и на руку свою они ожили и царствовали со христом тысячу лет книга деяний 20 глава 12 стих с наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить доколе не убьют павла для размышления свободные часы стреножил ездра любопытство ради вопросы за вопросами он к ангелу сносил считая что он знанием обкраден творение и будущее знание для размышления свободные часы стреножил ездра любопытство ради вопросы за вопросами он к ангелу сносил считая что он знанием обкраден творение и будущности наболевший срок выспрашивал дотошно у ангела и бога не все конечно записать он смог чего-то сказано не смел бы даже трогать у нас новозаветных и духовных вопросов более могло бы стать о чем спросили мы а о чем спросили бы представим ради хохма допустим интервью взять у христа о детях о достатке болячках надоевших о глупости своей беспробудной ответами сумели бы свой дух утешить чтоб праздника разнаряне среди будней ответ не канонический прославлен а я бы про монашество задал не уж то ошибался в своих посланиях павел за что же гнал тогда его когал как благовестие в загоне оказалось и вне закона проповеди жили духовным нерождением истребили зависть на благовестие не рвались истощих сухожилий рекорды неедения за месяц корешок на финиках в песках ажиотаж и бум сравним с писанием и потрясает шок на послушание а вам сжигали совесть ум своею праведностью в жития вломились что нужно чаще каяться и чаще причащаться не плыли морем тысячелетия были и в этом кайфе обретали счастье я впрочем ангелу вопросов не задал бы зачем ответ нам дух святой подносит что не по библии а нафема всем а вам и даже ангела не забоятся вовсе 4 июля 2008 год игнатий лапкин